На торжественном открытии пятой национальной выставки ярмарки «Товары из Индии» гости из далекой восточной страны постарались показать брещанам свою культуру. Прелесть индийских танцев, музыки и пестрых костюмов. Но главное, что привезли с собой гости из Индии – много красочных товаров. Каждый брещанин, которому по душе яркое и неординарное, найдет на выставке некий эксклюзив для себя. Мы имеем возможность познакомиться ближе с товарами, которые производятся в Индии. И узнать немножко больше об этой загадочной, но очень огромной, полуторамиллиардной стране с населением, которая составляет. Это высокоразвитая страна с высочайшими технологиями, которые могут производить практически все. Купили чай вкусный, купили бижутерию, духи хорошие, недорогие. Все очень нравится нам. Между Индией и Беларусью уже давно сформировались тесные партнерские взаимоотношения. Фармацевтическая продукция пользуется спросом в Беларуси, в том числе и в Брестском регионе. В свою очередь Индия закупает в нашей стране калийные удобрения. Выставка-ярмарка – очередной шаг скрепления дружбы между двумя странами. И то, какой ажиотаж вызывает, особенно у женщин. Покупка индийских украшений, чая, одежды и атрибутов домашнего интерьера, товаров, широко представленных на выставке, тому свидетельство. У нас есть задел, есть возможности улучшить инвестиционное сотрудничество в сфере выработки энергии и в сфере молочной промышленности. Помимо материального, гости из Индии привезли брещанам и духовное. Это, к слову, о фильмах. Индийское кино в свое время пользовалось в Беларуси невероятным успехом. Но время внесло корректировки и душесчипательные, сентиментальные индийские мелодрамы, сопровождающиеся танцами и песнями, перестали быть такими популярными. Сегодня в Бресте впервые открыт фестиваль индийского кино. Сейчас в Индии производится более полутора тысяч фильмов в год. Многие из них могли бы найти своих зрителей и в Беларуси. Но прежде чем это случится, должно пройти некоторое время. Если мы можем говорить о том, что знаем культуру современной России, Украины, Польши, стран Европы, то вряд ли можем также похвастаться и сказать, что мы очень хорошо знаем культуру современной Индии, в частности, кинематограф. Хотя буквально еще поколение назад индийские фильмы, по сути, гремели по всему Советскому Союзу. Мы хорошо знаем и такие имена, как Ирадж Капур и Митхун Чакраборти. Это те имена, на которых, скажем так, мое поколение росло. Приобрести индийские товары можно будет до 8 декабря. А вот посмотреть фильмы, в которых вынесены на суд зрителей волнующие вопросы семьи, любви и общества в стиле Востока, можно будет до 5 декабря.